Воронеж. События. Факты. Итоговый выпуск на этой неделе. Представляем самые значимые события по версии наших корреспондентов. Смотрите сегодня в выпуске. Взаимовыгодное сотрудничество или вечная война? В правительстве области состоялось еженедельное оперативное совещание. На встрече обсудили лицензирование пассажирских автобусных перевозок и крупный пожар в Новоусманском районе, случившийся в пасхальную ночь. Подробности смотрите в нашем сюжете. Пасхальная ночь в Новоусманском районе села Нечаевка оказалась жаркой. В 12 часов ночи неожиданно воспламенился распределительный центр торговой сети «Магнит». Площадь возгорания составила 42 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 20 тысяч квадратных метров. Хочу обратить внимание, что такой техногенный пожар впервые в истории нашей Воронежской области. Этому пожару был присвоен четвертый уровень опасности. По предварительным данным, первый загорелась крыша. Во время происшествия на складе никого не было, поэтому нет и пострадавших. Причиной возгорания, считают эксперты, могло стать короткое замыкание или нарушение правил пожарной безопасности. Почти тысячи сотрудников сгоревшего распределительного центра рискуют остаться без работы. Однако губернатор заверил, никого не уволят. Договорились взаимодействие с руководством этой компании по недопущению образования задолженности по заработной плате. Я думаю, мы все необходимые меры примем. Но я сегодня разговаривал с региональным директором распределительного центра. Они намерены трудоустроить весь персонал. Следующая тема – пассажирские перевозки. В Воронежской области работают 900 автотранспортных компаний. Всем им необходимо успеть получить лицензию до 28 июня этого года. В противном случае перевозчик получит штраф до 400 тысяч рублей. Самая большая проблема у нас на сегодняшний день – это износ автотранспорта. Износ достаточно высокий. И в особенности это видно по нашим муниципальным предприятиям, которые находятся в регионе. Износ достаточно высокий. Мы стараемся сделать, что можем для обновления автотранспорта. Также перевозчикам предстоит в 2020 году перейти на новую контрактную систему, которая полностью оптимизирует маршрутные сети и изменит систему финансирования. Все это на пользу пассажиров, уверяют в Департаменте промышленности транспорта. Проезд не подорожает. Мы продолжаем рассказывать о малоизвестных воронежских селах. Сегодня мы с вами отправимся на хутор Афонина, который расположен в 50 километрах от Воронежа в Нижнедивицком районе. Почему бывает невозможно оборвать связь с родимой землей, узнала наша корреспондент Елена Цветкова. Нижнедивицкий район находится на северо-западе Воронежской области, основан на берегу реки Девица. Здесь расположилось 15 сельских поселений. Одно из них – Андреевское. Граничит на севере с Курбатовским и Семилуками. К нему прилегают несколько вымирающих хуторов. После революции хутор Афонина основали переселенцы из Курбатова. Мария Чурикова, живая легенда хутора, рассказала, как было здесь раньше. Не было у нас ни света, ни радио не было, ничего. Ну, под войну стали жить лучше. Да, купили колхоз от этого Радева, прям как чуть, нам утром уключу, честно, заговорила. Спешите, тепки берите, косы берите. Ну, а война началась, тут все поломалось, ничего нету. Мужиков позабрали, и стали, и нас позабрали. Я ведь и накопала была, да, и дети под Днепропетровским, не знаю, где, и дети за Москвой еще была. И дети еще, знаете, на целине сено готовили, скотины. Вот. И домой я попала уж, когда немец под Кастором зимовал, тут нас развязали. А то я тоже воевала, не знаю, где. А ой, да из голода как трудно было, да и плохо было, война есть война. Мария всю молодость работала на свекольных полях. Говорит, тогда все было по-другому, света белого не видели. С 45-го и по 52-й год я на тракторах работала. Ну, я не знаю, чего. Тогда как-то не было вот этого ничего, ни отдыха, ни хорошо, чтобы было. Рассвяло, пошли работать, пришли, тут чего. Ну, продуктов, конечно, не было, такой, как, перебивались. Мария Михайловна родилась в далеком 1925 году. В многодетной зажиточной семье не все дети Чуриковых пережили военные годы. Одна из сестер Марии живет в Воронеже, другая – в Хабаровске. У папиного отца или у деда была мельница, и нас кулачили. И у нас было детей, либо восьмеро. И нас, это я помню, нас кулачили в 33-м году зимой. Приехали кулачить, а был председатель, председатель, как он кулачил, да, главное, ездил. На них был человек пять, наверное, ездили кулачили. Ну, и вот зашел он в хату, у нас детей-то много, а хата была недоделана еще, когда потолок был не мазанный. Мы ее осенью и сделали так. Ну, а он зашел и говорит, Мар, у вас, у нас ведь много, у хати-то, да, на потолок не мазанный, страшный был, стены черные. Ну, папа завернулся и улез на печь. Лег туда головою, уж в угол, и пока нас раскулачили, он не слез к ним. Ну, и когда увезли, все, вот тогда уж мы остались ни с чем. Не то что это, не то, да, как раз мама пекла хлебой. Хлеб в печь был, печь открыли, коврики не подоставали, так и остались там. А это все забрали, и зерно, и какая была, и корову, и овец были у нас, овцы, о куре не знаю, забрали. Нет, нет, не знаю. После засухи в округе почти исчезли родниковые ключи. Впоследствии стали засыхать березовые леса. На хуторе Афонина нет водопровода, но колодец в семье Чуриковых сохранился до сих пор. Здоровье у Марии Михайловны крепкое. Говорит, на лекарства тратиться не приходится. Личная жизнь, говорит, не сложилась. Растила сына одна. В 80-м году я на пенсию пошла, стала получать, наверное, 57 рублей точно. Ну, потом прибавляют, сейчас вот я уж получаю 18, почти 19, чем-то 18. Ну, как хватает. Там у Воронежи внуки, его дети, правнуков есть, три штуки правнуков, уж у меня трое. Получу пенсию, они ждут. Подсобное хозяйство раньше было, держали корову, коз, теперь остались только куры и земли 40 соток. Говорят, раньше урожая было больше. Мы напашем, они прям тут в тонной стразе, глядят на них. Если посадили, 30 ведер высадили, а наберешь 300 ведер. Да, да картошки какие. Сейчас вот тогда ни глазков как-то не было, сейчас прям какие-то картошки туда вленые, глазки не почистишь. Этой зимой пришлось протаптывать тракторный след до железнодорожной станции Избище. Избище – это единственная связь хуторян с Большой землёй. Отсюда можно добраться в продуктовый магазин в Нижнедевицк или Курбатово. Только нужно пройти 700 метров от хутора по просёлочной дороге. Существенное подспорье оказывает хуторянам сын Марии Чуриковой – Александр, который живёт с ней в Афонино. Здесь он окончил начальную школу, женился, переехал в Воронеж. Последние годы с супругой живёт раздельно, периодически навещает её в Воронеже. Лето, конечно, есть лето. Лето всё расцветает, всё цветёт. А зимой как зимой? Навалило по сикельпор и не выйти. Ну и вот опять вот бабушки, ну это вот я, вот их тут три бабушки, за хлебом. Единственное, что станция близко. Поеду им, хлебушка привезу и сам лезу по самые эти. Дорог нету ни хрена. И сейчас то же самое. Дождь секнёт. Мало того, что ещё хотя бы, может, ровно было ещё, после дождя будет ничего, можно. А вот по горам как туда. А зимой занесло и всё. Выживаешь сам. Ещё с конца 80-х земли в Нижнедивицком районе начали пустить. В Советском Союзе на хуторе стояло 25 домов. Сейчас осталось всего три, в которых зимуют местные. Остальные были заброшены или выкуплены дачниками. Основная часть заброшенных домов сгорела во время засухи 2010 года. Ничего не развивается. Ну, есть у нас шесть фермерских хозяйств на территории зарегистрированы. И банк «Авангард», он производит сельхозработы, но зарегистрировано он не здесь. Но земли имеет. Газифицирован только центр, будем так говорить, центр села. Вот здесь центр и вот два с половиной километра берём по улице Победы, Свободы. По улице Победы буквально километр газифицирован, а дальше уже пустота. Ухаз возим такой баллонный. Вот на той неделе люди заказывают, звонят нам. Мы список составляем, звоним в Воронеж. И они, как 15 баллонов набираются по списку, они больше нам не возят. Вот 15 баллонов набрались, они нам привозят. Где родился, там и пригодился, уверены старожилы хутора Афонина. Несмотря на то, что в зимнюю пору приходится потуже затянуть пояса. Уезжать в город к родственникам не хотят. Говорят, вросли в это место корнями. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. Воронежские экологи бьют тревогу. Ботанический сад ВГУ испытывает мощное негативное антропогенное воздействие со стороны горожан. Как сохранить зелёный щит столицы региона, узнала Галина Жукова. Этот шлагбаум, разделяющий жилую зону от ботанического сада, не преграда для местных жителей. Территория особо охраняемой природной зоны – излюбленное место для автовладельцев близ лежащих домов. После того, как появились у нас весёлые соседи, появились некоторые проблемы. В частности, несанкционированная парковка на территории ботанического сада. Они аргументируют это тем, что у них не хватает парковочных мест, поэтому приходят занимать территорию ботанического сада. Периодически этот заслон не выдерживает натиска энергичных жильцов. Шлагбаум уже стоит два года, но он больше нескольких ночей не выдерживает, потому что жители жилого комплекса Олимпийских срывают замки, буквально тросом вырывают автомобилями и ставят свободно машины. Бывают дни, когда несанкционированная парковка собирает до 30 автомобилей. Лужи масла, которые остаются после на земле – настоящее бедствие для почвы ботанического сада. После этого здесь ещё долго не будет расти трава. А вот ещё одно изобретение цивилизации. Этот мангал забыли прихватить с собой любители отдыха на природе, несмотря на то, что разводить огонь в лесной зоне запрещено. Следы человеческого присутствия здесь повсюду. А вот так народ активно отдыхает на особо охраняемой территории ботанического сада. Ну и как тут не перефразировать плакаты с советских времён «Берегите природу, мать вашу». Впрочем, есть среди горожан и те, кто осознаёт, что гармонично. Сосуществование города и леса возможно лишь в том случае, если каждый из нас будет нести ответственность за свои действия. Многие жильцы, кто с собаками уходит гулять, берут с собой пакеты мусорные, чтобы убирать за своими собаками и убирают также мусор, который находят в лесу. Вот я и с девушкой, когда гуляем, мы целенаправленно берём несколько пакетов и убираем мусор. Помогаем как бы сохранять чистоту в ботаническом саду, потому что мало кто задаётся этим вопросом, что природа засоряется, и только от нас зависит чистота его. И это при том, что ботанический сад ВГУ – уникальный памятник природы общей площадью 72 гектара. Расположенный на северной окраине Воронежа, он был создан довоенным в 1937 году на месте дачи известного купца Петрова по инициативе профессора Коза Полянского. В его коллекции около 7 тысяч разновидностей растений отечественной и мировой флоры, а также около 800 видов деревьев и кустарников. Во время войны его территория сильно пострадала. В 1969 году ботаническому саду ВГУ был присвоен статус научно-исследовательского учреждения и памятника природы. Ботанический сад ценен тем, что он, в общем-то, многообразен. И чем ещё наш конкретно сад ценен? Помимо искусственных коллекций, на территории ботанического сада есть остатки естественных в сообществу. Кусочки нагорной дубравы, остатки байрачных дубрав, степные склоны естественные. Ботанический сад ВГУ – не единственное место в Воронеже, где природа страдает от человека. Лесная зона уже не справляется с антропогенным натиском города. Это видно не только по числу ежегодно растущих залежей пустых бутылок от пикников, но и от других следов цивилизации. Вот здесь мы видим следы протекторов припаркованных машин, следы кострища шашлыков, не гнушаясь тем, что это особо охраняемая природная территория, что после них остаётся горы мусора, хлама. Добавьте к этому ещё и традицию питья на природе, после которой можно наблюдать целую бутылочную коллекцию. Если из 10 человек только их бросает, а от силы в какой-нибудь субботник один человек собирает, ну вот так он, поэтому лес ещё и по этому лезет. Вот уже который год подряд над сохранением леса, соседствующим с городской чертой, бьётся разработчик проекта «Национальный парк Воронежа Николай Болотов». Теоретически восстановить природное богатство леса рядом с промышленным центром возможно через зелёные ландшафты путём создания парковых зон. А практически никто ничего пальца пальца не стукнул. Поэтому проекты у нас были, подавали его и в администрацию, и я лично, и через ВГУ, через кафедру почвоведения мы коллективно пытались его протолкнуть. Ну да, всё это, говорят, молодцы, молодцы, подумаем, подумаем. Причина, по которой этот проект до сих пор не реализован – отсутствие заинтересованности властей, а как следствие – недостаток финансирования. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году в столице Черноземья пройдёт по новому маршруту. Об этом рассказали на еженедельном совещании в мэрии 29 апреля. Как в Воронеже пройдут праздничные мероприятия – в сюжете наших корреспондентов. Празднование Дня весны и труда в Воронеже начнётся в 10 часов. По проспекту Революции пройдёт традиционное шествие. Принять участие в нём может любой желающий. А 9 мая по городским улицам пройдёт парад Победы. Планируемое число участников мероприятий 1 мая более 35 тысяч, 9 мая более 100 тысяч. Также воронежцы примут участие в уже давно ставшей традиционной всероссийской мемориальной акции. «Бессмертный полк прохожу. Третий год подряд». Отец прошёл всю войну. С 41-го до 45-го. Мама воевала два года. Освобождала город Воронеж в составе контимеровской танковой дивизии. Но время там подразделение было. Моего дедушку зовут Тарасенко Сергей Васильевич. И я очень рада ещё раз поучаствовать в этой акции, которая из года в год проводится традиционно. С учётом пожеланий горожан в этом году маршрут движения «Бессмертного полка» будет изменён. Прежним остаётся лишь место сбора на улице Плехановской у памятника жертвам белого террора. Поворот будет проходить уже на улицу Пушкинскую. То есть в прошлом году мы поворачивали, где Кольцовский сквер и во все предыдущие годы. Соответственно, здесь испытывали люди определённый дискомфорт при повороте с более широких полос в более узкое, так скажем, бутылочное горлышко у Кольцовского сквера. То есть в этом году проработан вариант поворота на Пушкинскую и дальше движение также по проспекту Революции в сторону ЮВЖД. Парад Воронежского гарнизона начнётся 9 мая в 10 утра на площади Ленина. В этом году в нём предполагается участие беспрецедентного количества военной техники. Порядка 72 единиц техники, включая танки, пройдут вдоль трибуны на площади Ленина. Во время уличных акций особое внимание будет уделяться вопросам безопасности и охраны общественного порядка. Будет использовано 2000 турникетов, 24 стационарных рамок металлодетекторов, привлечено более 100 сотрудников частных охранных организаций и 20 членов народных дружин. Также запланировано множество культурных мероприятий. Например, в День Победы на Никитинской площади выступит группа «Город 312». А завершится праздник традиционным салютом с дамбы Чернавского моста в 22 часа. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. 30 апреля исполняется 370 лет пожарной охране России. И в этот же день на всей территории Воронежской области вводится противопожарный режим. Это значит, что въезд в хвойные леса и разведение в них костров будут запрещены. За нарушения грозят солидные штрафы. Подробности в материале Олеся Лисюк. Шашлыки на майские праздники теперь под запретом. С 30 апреля в области вводится особый противопожарный режим. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение пожаров. Бесконтрольное разжигание костров может повторить жаркое лето 2010 года. Разводить костры запретят не только в лесу, но и в населенных пунктах, дачах, на полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах. Традиционные места отдыха, расположенные в лесных и лесопарковых зонах, будут патрулировать сотрудники государственной противопожарной службы. Частью 2 кодекса об административных правонарушениях статьи 20.4 предусмотрены штрафы на граждан за нарушение требований пожарной безопасности от 2 до 4 тысяч рублей. Те же действия, совершенные юридическими лицами, могут быть привлечены к административным ответствиям на штраф от 200 до 400 тысяч рублей. Пожарная охрана области рекомендует, если вы станете очевидцами возникновения возгорания, позвонить по телефону доверия 277-99-00, либо по телефону 101. Закончится особый противопожарный режим с наступлением устойчивой дождливой погоды. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. В праздничную пасхальную неделю колокольня Благовещенского кафедрального собора открыта для всех воронежцев, и любой желающий может проверить себя в качестве звонаря. Наша корреспондент Елена Цветкова лично ударила в благовест и узнала секреты древнего искусства колокольного звона. В 18 веке на русской земле строилось большое количество православных храмов. Звонницы нуждались в колоколах. Для их производства в Воронеже братья Моторины основали сразу два крупных завода. Кстати, один из них сохранился, правда, теперь там воронежская кондитерская фабрика. К 19 веку колокололитейное мастерство достигло пика, а после революции оно было утрачено и забыто. Колокола не отливались в России 80 лет. И только благодаря сохранившимся экземплярам и технологиям удалось возродить колокольное производство. Горожане считают, что светлый праздник Пасхи – прекрасный повод, чтобы прийти и приобщиться к духовной жизни. Мы приходим сюда, у нас такая уже давняя традиция, мы приходим каждый год сюда именно для того, чтобы еще раз испытать это необыкновенное чувство радости и счастья. Как вы считаете, колокольный звон исцеляет? Исцеляет. Однозначно, однозначно исцеляет, однозначно дает в душе какое-то умиротворение, покой, однозначно. Душу исцеляет 100% и тело тоже. Колокольный звон – это такие непередаваемые ощущения радости. И потом расскажешь, что для тебя? Для меня колокольный звон – это очищение души в праздник, в Большой Пасхе. Поэтому я сегодня первый раз звоню в колокола, и для меня это тоже непередаваемые чувства. Колокольный звон – это то, к чему хочется прикоснуться поближе. То есть всегда звук колоколов как-то трепет вызывает внутри. И вот уже второй год мы традиционно приезжаем сюда с детьми позвонить в колокола. Это волшебно, это вибрации, которые пронизывают тебя насквозь. Это непередаваемые ощущения. Это прикосновение к чему-то большему. Профессиональных звонарей на все Черноземье всего два человека. Обучиться этому древнему искусству можно в Москве. Для того, чтобы достигнуть качественного звучания колокольной игры, необходимо не менее пяти лет, говорят воронежские звонари. Считается, что это скорее призвание, а не профессия. Колокольный звон исходит от души. Это часть твоей жизни, часть твоей души. И ты всего себя отдаешь звону колокольному. Службе. Ты же так же и на службе находишься. Служебные звоны по службе звонишь, после службы. Пресс-ладыки встречаешь. Все, это важно. Без чего ты жить не можешь. По крайней мере, для меня так. Дмитрий несет послушание старшего звонаря уже 10 лет. Говорит, что учится колокольной импровизации до сих пор. Многие ошибаются, думая, что звонарь обязательно должен обладать музыкальным слухом или иметь за плечами музыкальное училище. Наиболее важным в русском православном звоне считается ритм, динамика и взаимодействие тембров. Количество колоколов в звоннице обычно от 5 до 12 штук. Благозвучие достигается грамотным подбором колоколов и мастерством звонаря. Тонкости и особенности звонарей у каждого свои, я думаю, да. Ритм, чувство ритма, само понимание красоты, не только звона колокольного, а православной службы нашей всей, литургии, там, всеночное бдение, праздники. И когда у тебя душа радуется, и, соответственно, вот ты стараешься все это передать в колокольном звоне достойно, чтобы люди радовались. Колокольный сплав состоит из 80% меди и 20% олова. Иногда добавляют немного серебра. Звукоизвлечение происходит с помощью раскачки языка. Это требует определенных технических навыков. Воронеж издавна считается колокололитейным городом. Только об этом мало кто знает. Елена Цветкова, Валерий Бобкин, 41 канал. По городской улице он летел почти со скоростью света. Сотрудники дорожной полиции раскрыли подробности ДТП, которое случилось на левом берегу в районе улицы Серафимовича в субботнее утро 20 апреля. Очередная жуткая авария заставила скорбеть жителей сразу двух областей – Воронежской и Ростовской. ДТП произошло около пяти часов утра на перекрестке улицы Ленинградской и Ленинского проспекта. За рулем иномарки был 33-летний житель Ростовской области, а ПАЗом управлял 55-летний житель Новоусманского района. Автобус принадлежал промышленному предприятию и ехал без пассажиров. ПАЗ двигался по Ленинскому проспекту со стороны улицы Минской и на пересечении с улицы Ленинградской водитель поворачивал налево. Иномарка ехала во встречном направлении. В результате ДТП погибли водитель автобуса, водитель Киа, а также две пассажирки иномарки. На кадрах, которые выложил в сеть случайный очевидец той ужасной аварии, видно, что скорость легковушки ближе скорее к скорости света, нежели к разрешенным 60 по городу. У следователей специального отдела по расследованию ДТП областного главка МВД по Воронежской области уже есть все основания полагать, что причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения. В настоящее время проводятся следствия, назначены медицинские судебные экспертизы с целью установления причины смерти, а также находились ли водители в состоянии алкогольного опьянения. Также назначена комплексная автотехническая и видеотехническая экспертиза с целью правовой оценки действий участников. Выживших в этой аварии нет. В рамках расследования уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств автомобиль и автобус приобщены к материалам. По ним назначен ряд экспертиз. В сети интернет размещено несколько видеозаписей с места трагедии. Показания авторов видео могут помочь установить истину и причины ужасного ДТП. Это были главные новости минувшей недели по версии наших корреспондентов. Что готовит нам предстоящая неделя? Мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41-м канале. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин